Шум времени. Музыка революции. Лица, образы, судьбы. В программе Ирины Кленской и Александра Васькина. Я пролетарий умственного труда. Я должен вести свое искусство народу. Искусство не имеет ни будущего, ни прошлого. Следовательно, оно вечное, сегодняшнее. Композитор и философ один из ярких и сложных музыкантов 20 века Николай Рословец. До 1917 года он был в числе новаторов русского искусства. Например, в 1915 году, в 1914, да даже еще и пораньше, организовалось такое творческое объединение. Называлось оно «Будетляне». От слова «будет». Это группа писателей, деятелей искусства. По сути, первые русские футуристы. И там же Рословец. А во главе стоит Велимир Хлебников. Там же Давид Бурлюк, Василий Каменский, Владимир Маяковский, Алексей Крюченых. То есть, это те легендарные личности, которых впоследствии будут изучать уже в 60-е, 70-е годы, когда слово «футуризм» перестанет быть ругательным. Они борются за новые искусства. Говорят о том, что их произведения – это явление исключительной самостоятельности, проектованное временем и биением этого времени. Но вот с Маяковским очень интересные были отношения у Рословца. Очень известна эпиграма Владимира Владимировича. Однажды зашел в одно из кафе «Рословец», и там Маяковский. И он подходит к нему, они поговорили, и Маяковский сразу сходу сочиняет каламбур. К Маяковскому подошел молодой человек и сказал, скажите, кто это был рядом с вами? И тогда Маяковский ответил. Что за глупая овца? Что не знает Рословца? За Рословцем закрепился этот маленький стишок. И вот все вспоминали экспромт Маяковского. Так вот, среди поэтов, на стихи которых писал Рословец музыку, был и Константин Бальмонт. И его же, Бальмонта, допрашивала жена Рословца. Странное отношение. Константин Бальмонт не слишком принял революцию и не следил за своим языком. Он говорил, например, что Россию держат за горло кровавые руки, и что никакое творчество немыслимо здесь, где не любят работать и любят убивать. И вот ему однажды сказали, что скоро ты будешь арестован и попадешь на Лубянку. А это год 21. Тогда уже слово «Лубянка» вызывало определенные впечатления. И вот он говорит, как только я услышал «Лубянка», то у меня возникли ощущения черного и красного цвета, звучащие в ушах каждого москвича совсем особой музыкой. Ну, понятно, что за ощущения, возможно, перистолетные выстрелы те же самые. Но он не испугался. Нет. Он ждал вызова. И вот действительно прислали ему повестку. Явиться в 5 часов дня на Лубянку. И он пошел со своего Арбата пешком на Лубянку. Пришел не в 5 часов, а за 20 минут ранее. И сидит в коридоре. К нему подходит юноша и говорит. Вы знаете, следователь, товарищ Рословец, уже ушла. И сейчас у себя дома. Ну, Бальмонт говорит. Вы знаете, я прошу немедленно ее пригласить, чтобы она меня допросила. Я второй раз к ней не приду. Вот так он набрался смелости. Ну, хорошо, хорошо. Она здесь недалеко. Через несколько минут приходит товарищ Рословец. Они проходят в кабинет. А в это время все сидит Бальмонт в коридоре. И он замечает, что очень много девушек замечательных, красивых ходит. Он говорит, чрезвычайные барышни идут мимо. А его же знали как поэта. И вот он говорит, что девушки, проходя мимо меня, краснеют, опускают голову, даже пытаются закрыть свое лицо. И ему показалось, что он не в Москве, а где-то в испанской инквизиции находится. Наконец-то его вызывают. Как он говорит, прошелестела судейская дама нового образца и пригласила его в свою служебную комнату. Они сели. Она за столом, он на стуле, напротив. Она спрашивает его. В каких отношениях вы с печатными изданиями? Где вы печатаетесь? Вы за рубежом печатаетесь? Бальмонт говорит. С 15-го года, когда я уехал за границу, я ничего не знаю. А каких вы отношениях с Константинополем? Ни в каких. А с принцевыми островами? Ни в каких. В общем, все свелось к чему. В одной из газет зарубежных было опубликовано стихотворение, приписываемое Бальмонту. Это стихотворение якобы он посвятил Деникину. И вот за это его вызвали на Лубянку. Бальмонт говорит. Нет, я не к Деникину, и вообще я это не сочинял. Хорошо, хорошо. Как вы относитесь к партии? Бальмонт говорит. Я вне партии. Ваши убеждения политические? Он отвечает. Абсолютное отсутствие каких-либо убеждений. Убеждений в принципе. Ну, вот и запишите все это. И еще не забудьте там ответить, как вы относитесь к советской власти. И он говорит, что у нее был голос женственный при этом. Вот советская власть она сказала. Как будто она хотела узнать, находит ли он ее очаровательной или нет. Что же написал Бальмонт? Советскую власть считаю логическим следствием исторического процесса, и в заговоры против нее не вступал. Ну, все, она его отпустила, можете идти. Ну, вот такая интересная беседа. У Бальмонта была женой Ротловца, который, в свою очередь, писал музыку на его стихи. Играет музыка на его стихи. Играет музыка на его стихи. В программе Ирины Кленской и Александра Васькина. А в это время, 1928 год, чуть-чуть подальше, Рословец пишет одну из главных, как он считал в то время, работ «Комсомолия». Дальше он пишет песни революции, гимн советской молодежи. И он выбрал жанр. Он говорит, «Моя комсомолия – это жанр молебна». Этот жанр молебна помогает восхищаться и молиться новому идеалу, новым людям, новым стремлением. Очень старается понравиться власти, старается понравиться людям. И, надо сказать, отлично ему за это платят. Он популярен, он известен, он много экспериментирует. Он создал совершенно новую звуковую систему и новый подход к гармонии. Ему принадлежит, так сказать, теория синтетических аккордов, метод, который вошел в истории музыки, как метод синтетаккордов. Он считает, что есть всего несколько аккордов, которые могут создать эту звуковую новую гармонию, гармонию нового времени. Вообще поиски музыкальные во всем мире очень интенсивно идут, очень ярко. Новые способы выражения, как говорит его друг Василий Каменский, что сама по себе форму старели, и нужен новый подход к новым идеям и новым веяниям. «Лилия прекрасна», но само слово «лилия отвратительно». «Мы должны заменить все, чтобы создать все». Поначалу Рословцу приятно, что его сравнивают со Скрябином. Но проходит время, и его уже это претит. В сравнении со Скрябином он говорит, что Прометей не так уж и хорош. Может быть, даже отчасти примитивен. Рословец занимает ведущие должности в наркомпросовской иерархии. Во-первых, он руководит серабисом. Это объединение работников искусств. Он и профессор Харьковского музыкального института. Но самая важная его должность – политический редактор глав реперткома, где он работает с 1923 по 1930 годы. Уполномоченный глав Лита по государственному музыкальному издательству. Что это такое? Это цензура. То есть он решает, что должно публиковаться. И вот когда в 1930 году над ним сгущаются тучи, то есть нестилизованная биография, ничего его уже не спасет, ему все это припомнит. И его обвинят в музыкальном взяточничестве. Что это имеется в виду? Что он, будучи вот таким главным музыкальным цензором Советского Союза, якобы навязывал издательством свои труды, которые не могли, естественно, ему отказать, и поэтому массово печатали его произведения. Но к тому времени, напомним, закатилась и звезда наркома Луначарского. Это же его все детище. Мерхольд, Рословец, Шагал, который тоже был не последним функционером культурным в этой советской иерархии, уже Луначарский как бы не решает ничего. И вот представьте себе, в один прекрасный день уже, Рословец никто. То есть он был, был, он везде пишет, я был тем. А его подвергли вычистки. Вот это вот интересное слово. Мы его уже встречали, когда у нас была передача о Половинкине. Вот формулировочка. Вычистить по третьей категории без права работать в государственных учреждениях сроком до двух лет. Ему предъявляются тяжкие для того времени обвинения, что он и обуржуазился, идет на поводу этих западных разложенцев. То есть где она, массовая советская музыка? И он пытается оправдаться. Он пишет покаянное письмо. Да, я старый общественник, композитор и педагог. И обязательно, вот он подчеркивает, крестьянин по происхождению. И давно уже я не эсэр. То есть это понятно. С первых дней революции беззаговорочно перешел на сторону пролетариата. И отдаю ему все свои силы. Семь лет работал в этом реперткоме. Буквально день и ночь. Но он тоже как бы там не просто так сидел. И тоже боролся со своими оппонентами. В том числе и музыкальными. С другой стороны, личная жизнь его тоже разрушена. Потому что жена бросает его. Не сходится политически. Жена, которая занимает сейчас уже при новой власти очень большие посты в ЧК. Она уходит от него. Через некоторое время, правда, он вновь женится. И забегая вперед, надо сказать, что после его смерти жена тут же новая продаст его скрипку и рояль. Уничтожит его документы. В 30-х годах происходит еще одно важное событие. Он понимает, что тучи сгущаются, и жена намекает ему, что заведено дело. Дело Рословца. И грозит ему не больше, не меньше, как не только высылка, но, скорее всего, и расстрел. И он отдает портфель своими сочинениями, теоретическими и музыкальными произведениями брату. Но брат понимает, что его арестуют, и документы сжигают. Они уничтожены, вспоминает племянница Рословца. 37-й год. Начинается эта волна арестов в Московской консерватории. Очень много профессоров, студентов, преподавателей исчезли. О них мы вряд ли что-то узнаем. Очень многие участвовали в социалистическом строительстве. Они должны были перековаться, например, на строительстве канала «Москва-Волга» в 30-х годах. Так вот, оказывается, в этом строительстве канала «Москва-Волга» принимало участие около 20 композиторов. Они выступили с инициативой писать песни, пьесы, оперы для нового класса. И о новом классе, о новой жизни. Издавался сборник, который так и назывался «Перековка». Он хранится сейчас в архиве. Есть смысл, кому интересно, посмотреть. Его очень поучительная и страшная эта книга. Их много было очень плодовитых людей, которые писали, писали и писали. Они перековывались. И Рословец тоже говорит, я приспособлюсь, я сделаю все, что власть хочет. Но власть почему-то его не слушает. Рословца не нужно было отправлять на Беломорканал. Он быстро понял, что нужно писать другое. Нужно писать массовую музыку. Вот он сочиняет песню «Полютно» слова Каменского, поэзия рабочих профессий для хора, песни революции, песни работницы и крестьянки, гимн советской милиции, очень актуальный для духового оркестра, чтобы можно было на Беломорканале духовым оркестром исполнять. И вот он говорит, что массовая музыка – вот теперь мое главное предназначение. И он говорит интересные вещи. Вот посмотрите, мы, советские композиторы, сочиняем для народа, для пролетариата. Но почему-то наш народ опять потянулся к опере Коперетти, к этим жанрам, совершенно чуждым нашей советской культуре. Что это за ностальгия? С этим надо бороться. Кто это вообще нам подбрасывает? Широкие массы идут слушать не гимн советской милиции, а они опять потянулись в оперу. И он подозревает, что виновата во всем вот эта самая наша интеллигенция. Как всегда, она тянет народ совершенно в иную сторону. Надо помочь, надо разъяснить людям, надо вести борьбу за пролетарского слушателя. КОНЕЦ Я не писал плохой музыки для масс, говорил он через несколько лет. Я пытался приспособиться к новым условиям. Я писал всегда хорошую музыку, и я в этом чист. Говорили о том, что, например, тот же Хренников и Ивано Мородели были очень резко против Рословца. Хренников говорил, что его музыка не стоит бумаги, на которой она написана. То есть тучи сгущались очень... Ну, это, скорее всего, после войны, да, было? Он умер в 44-м году. В 39-м году его поразил инсульт очень тяжелый, практически перестал говорить, еле двигался, и через несколько лет его настиг второй удар, от которого он уже не справился. После его смерти квартиру обыскивали, вдова спрятала, что могла, многое уничтожила, а его любимый ученик в 60-е, в 70-е годы Петр Васильевич Теплов, композитор, старался рассказать о великом таланте Рословца, о его музыкальных новаторских поисках и как-то поддержать его. В 93-м году даже создали «Рословец-3», это такой музыкальный коллектив. Я недавно прочитала интервью Люкада Барга, который включил в свой репертуар сонату номер пять Рословца. И когда спросили, почему Рословца, которого давно не исполняли, и вообще был какой-то запрет, даже могилу его разрыли, забыли, где он похоронен, поставили памятник, этот памятник опять свернули, убрали. Какая-то странная, послесмертная судьба его. Люкада Барг говорил, что я изучал его сонаты с большим интересом, сонаты для виолончели. По-моему, это гений. У него есть потрясающее трио. Он начинал его как бы с простой загадочной фразы, и потом потихонечку напряжение, эмоции нагнетаются, нагнетаются, и подходят к самому захватывающему, одному из самых важных в музыке эмоциональных моментов. Я считаю, что он великий композитор. Я знаю, что творческий акт, говорил Рославец, не акт какой-то мистический, не какой-то мистический транс, а это момент высшего напряжения, высшего эмоционального потрясения, который стремится бессознательно перевести в форму сознательную. Рославец мечтал дожить до того времени, когда его музыка будет понятна пролетариату. Будем надеяться, что после нашей передачи пролетариат повернется к нему лицом. Для меня нет эмоциональных и неэмоциональных произведений, а есть люди с большим или меньшим диапазоном чувствований, с большим или меньшим напряжением эмоциональных сил. Поэтому нужно стремиться, чтобы в нашей стране было как можно больше людей, способных так ярко и нежно и высоко воспринимать музыку. Николай Андреевич Рославец, о нем мы сегодня говорили и вспоминали его судьбу. Субтитры создавал DimaTorzok Прошлому не уложиться без остатков памяти. Ему необходимо будущее. Лица, образы, судьбы. В программе Ирины Кленской и Александра Васькина Шум времени. Музыка. Революция. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok